Здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор об английском футболе. Так уж получилось, что сегодняшний вечер для многих ознаменовался очередными матчами плей-офф Лиги Чемпионов. Потому что там и Челси играл, и Бенфик, и вообще было интересно посмотреть на все происходящее. Но знатоки английского футбола, конечно же, сегодня в первую очередь ждали противостояния лидеров Арсенала и Манчестер Сити. Тем более, что в этой встрече у горожан была возможность догнать Арсенал по набранным очкам. Да, понятное дело, что у Арсенала все равно остался бы матч в запасе, но это был бы символический момент. И он произошел. Сити обыграл канониров, при этом сделал это в очень нетипичном для себя стиле. И в каком-то смысле можно сказать, что учитель сегодня дал хороший такой урок своему ученику. Напоминаю, если кто вдруг забыл, что Микеле Артета когда-то был помощником Хосепа Гвардиолы. И вот сошли здесь два выдающихся испанских наставника, и в результате получите распишитесь. Манчестер Сити во многом изменил в себе, отказался от своего классического футбола, но в итоге добился важнейшей победы. И это искусство. Это показывает то, что Гвардиола при всем своем догматизме, при всем при том, что считается, что он всегда играет примерно в один и тот же футбол, он нас мог удивить и удивить по-серьезному. Это был матч, который выигран именно Хосепом, как наставником. Давайте его разберем. Но сперва хотел вам напомнить, что наш спонсор и спонсор этого выпуска это телеграм-канал Утка Геймс. Телеграм-канал создан YouTube-блогерами, которые делятся своими прогнозами на футбол. Каждый день здесь публикуются бесплатные прогнозы от ютуберов. Так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии на проект Утка Геймс, который ведут блогеры с YouTube и делятся здесь своими бесплатными ставками. Ну а мы переходим, собственно говоря, к матчу Арсенал-Манчестер-Сити. Ну, бесплатными прогнозами я, конечно, оговорился, так что извините. Ну и касательно прогнозов на матч Сити и Арсенал, здесь мало кто мог представить, что Сити выйдет именно в такой вариации состава, именно в таком формате игры. Эдерсон на воротах. Ну, тут все понятно. Дальше в защите Диаш, Акер и Уокер. То есть здесь Акер, слева Уокер, справа Диаш на позиции страхующего центрального, тройка. Причем тройка очень гибкая, потому что Акер и Уокер, они вообще-то имеют очень богатый опыт игры на фланге обороны, что один, что другой. Поэтому здесь при необходимости эта тройка расширялась, давая глубину и ширину своей оборонительной линии. Это, конечно, был огромный риск, но риск в итоге обоснованный. Родри на позиции опорника. Рядом Бернарду Силова, Гюндаган и Дебройне. Группа хавбеков, впереди Холланд. Ну и Морес с Гридишем на флангах, которые здесь рассекали по бровкам. Что касается Арсенала. Реймсдейл на воротах, Салиба и Габриэл в центре защиты, Тамиясу и Зинченко на флангах. Жоржиньо и Джака. Вот теперь новый подбор центральных хавбеков. Те нету, зато появился Жоржиньо, углубленный плеймейкер, который должен поддерживать в первую очередь атаку из глубины. Эдегор на позиции плеймейкера. Ну и впереди Нкетия, Мартинелли и Сака. Такие вот пироги. Здесь, конечно же, очень интересно было посмотреть на то, как будет функционировать Сити. И изначально многие предполагали, когда увидели эту расстановку, этот вариант игры, что Сити рискует и он будет пытаться доминировать. Вот за счет постоянного контроля, сумасшедшего давления Сити компенсирует отсутствие оборонительных, каких-то надежных редутов. И будет просто держать мяч, контролировать его, растягивать оборону соперника, используя универсализм Уокера и Аки, которые будут подключаться, и активность Мореза Гейлиша. И таким образом, то, что команда фактически вышла, я не знаю, без тылов, с открытым забралом, с минимизированной обороной, это будет не так страшно. Потому что Сити будет много владеть мячом и за счет этого, что называется, перестрахуется. Но, вы знаете, каково было удивление, когда мы увидели, что по факту Сити играет вторым номером. Это вообще нетипично для горожан. И увидеть Сити, который вот просто вот сейчас вот процитирую, так скажем, статистику этой встречи, Сити владел мячом 36% времени. Когда вы последний раз такое видели. А это происходит в матче против Арсенала, в матче против, ну, пока что лучшей команды Англии. И по потерянным очкам Арсенал все еще на чистом первом месте. И это происходит в том матче, где Сити вышли, ну, строго говоря, с одним номинальным центральным защитником, двумя такими скрытыми фуллбэками и одним опорником. То есть с раскрытой обороной, которая, казалось бы, должна была накрыться медным тазом. Но этого не произошло. И в итоге, хоть Арсенал и владел мячом больше, и даже больше нанес ударов, но попадание в створ 6-1. За счет чего добился Сити такой надежности при абсолютной ненадежности своей схемы? Во-первых, конечно, прессинг. Великолепно тут отработали все. И, в принципе, мне кажется, что в этой встрече Сити показал умение давить соперника своим вот этим прессом и пользоваться ошибками. Потому что там ошибки-то Миясу, Зинченко, постоянные привозы. Их было много. И это связано с тем, что Сити идеально выстроил прессинг. Мне кажется, фишка здесь в том, что Сити заранее знал, как будет играть Арсенал. Просто гвардиола учитель Артета. И потому что Артета очень редко меняет свой маневр. И, по сути, всем было понятно, как он будет действовать в этой встрече. В результате Сити поджал Арсенал, который был заранее известен. Который был как открытая книга. А вот Арсенал так и не приспособился под схему соперника. И в результате та же самая вот эта высокая четверка. Где есть Гейрич Моррес на флангах и Гюндаган с Дебройне, условно говоря, и Силвой. В качестве трех центральных авбеков, которые по ситуации организовывали вот эту верхнюю двойку. Организуя такой вот квадрат. Когда кто-то действует поглубже рядом с Родой, а кто-то повыше. Вот здесь эта четверка вместе и с Холландом, который был на удивление активен в прессинге. Они, конечно, задавили Арсенал. И хоть Арсенал водил мячом много, но движение было нулевое. И тот же самый Жоржини, на которого сейчас, очевидно, очень серьезную ставку делает Артета, его здесь прикрыли. И мы, кстати, увидели ту проблему, которую очень часто проскакивает у сборной Италии. У Челси времен Сари, у многих других команд, где выступал Жоржинью. Что если его прикрывают, игровой мозг команды начинает барахлить. Тот, конечно, мог бы спасти Эдегор. Но у него этот матч, на мой взгляд, не заладился. И здесь ему приходилось, опять же, очень-очень тяжело. По сути, по сути, Арсенал вообще нихрена не создал в этом матче. Вот так, если говоря по факту. Единственный момент, это когда пенальти. Но пенальти, ну, скажем так, не то чтобы спорный, но неоднозначный. А во-вторых, тут вообще все произошло, потому что Эдерсон, наверное, мог бы сыграть как-то поубедительный или по-другому вообще сыграть в этом эпизоде. Поэтому тут вот такой вот подарочек от Сити. И все, в остальном Арсенал раскачивался, шатался слева направо, справа налево. Но не знал, как проникнуть внутрь. Вот эта система, прессинг плюс универсализм тройки защитников, она вот этой системы сыграла идеально. Прессинг рушил большую часть атакующих начинаний. А при обороне Родери, когда нужно уголублялся на позицию центрального защитника, Аки и Уокер спокойно распространялись на фланге. Уокер направо, Аки налево. И вот, пожалуйста, уже четверка защитников. То есть схема плавающая, универсальная, способная подстроиться под любую игровую ситуацию. Кстати, следует отметить великолепную работу Бернарду Силбы. Формально многие его отнесли как раз к позиции второго опорника, хотя он периодически появлялся выше. И вот у Бернарду в этой встрече четыре отбора. Это сумасшедший показатель, учитывая то, что он поддерживал еще и атаку. И в результате тут все было просто блестяще, разыграно с точки зрения обороны. Сити максимально нивелировал все сильные стороны соперника. Что касается атаки, в первом тайме Сити был впереди не идеален. При этом, да, забил гол, но тут Тамиясу устроил подарочек. Такие вот реверансы одной команды и другой. А вот во втором тайме Сити включился в атаки и просто вынес соперника. И здесь достаточно приятным таким сюрпризом стал Холланд, который его в последнее время критикует. Было много вопросов касательно того, как вообще строить атаку, используя двух нападающих. Либо может вообще Холланд посадить на скамейку и выпустить аргентинца, чтобы гонял вместо него. Но здесь Холланд великолепен. И не только потому, что он участвовал в голевых атаках. Он там и разгонял наступление. И отдавал обостряющие передачи. Он в этой встрече был в хорошем смысле похож на Харри Кейна, который действительно очень много комбинирует с своим коллективом. И он стал не просто человеком, который стоит впереди и ждет, пока в него мяч прилетит и он забьет. Нет, он стал частью взаимодействия. И вот такого Холланда я давненько не видел, который не просто завершитель, а часть команды. И это тоже сюрприз от Гвардиолы. И против такого наступления, ну, Арсенал просто не сдюжил. Тем более, что оборона, ну, косячила. Будем откровенны. И Зинченко, я уверен, что завтра в футболите выпустят очередной ролик про то, какой великий матч Зинченко провел. И как все англичане восторгаются им. Но количество его ошибок в обороне и привозах, ну, вы знаете, озадачивает. При том, что в хорошей форме он находится. Но в этой встрече как-то неубедительно он действовал у своих ворот. В атаке окей. В обороне так себе. Возможно, опять же, потому что он бывший подопечный Гвардиолы. Короче говоря, для Хосе по Арсеналу здесь предстал просто открытой, ясной книжкой, которую он легко прочитал и устроил жесткий экзамен своему ученику. Вот что мы сегодня увидели. Во втором тайме Арсенал вдобавок к своей надежной оборонительной системе, которая почти идеально работала, добавил натиск, добавил активность Холланда, и Арсенал просто не выдержал. 3-1. Убедительно. И на самом деле абсолютно по делу. Чемпионская гонка с новой силой будет рваться до конца английского чемпионата.